Всем привет! В эфире Универньюз, студия Адели Шамилова. Итак, главные темы дня. И это только начало. В Казанском федеральном университете Институт Конвуция отметил 10-летний юбилей. Будем сотрудничать. Альма Матер посетила делегация Хуаньского педагогического университета. Быть или не быть в Шекспериаде-2017. Студенты КФУ изучили жизнь и творчество известного драматурга. Институт Конвуция в КФУ отметил 10-летний юбилей. К слову, данный институт является одним из самых успешных и долгосрочных и перспективных двухсторонних проектов. Чем запомнилось это событие, узнаешь прямо сейчас. Казанский федеральный университет. Господин Ли Хуэй разрезал красную ленту на торжественной церемонии открытия. Профессор кафедры алтаистики и китаеведения Дмитрий Мартынов рассказал нам подробнее о новом образовательном центре. Центр наш был официально создан. Его устав был принят еще в ноябре 2016 года. То есть мы сейчас уже достаточно, пусть и молодое учреждение, но достаточно интересные сделали проекты. Их презентовали. И когда представилась возможность еще это подверстать, что называется, десятилетие института Конвуция, с которым мы находимся в теснейшем взаимодействии, то, соответственно, было бы грех этим возможностям не воспользоваться. Следующим мероприятием стала встреча гостей с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, который лично представил им все возможности университета и познакомил делегатов с его богатой историей. В рамках встречи состоялась презентация КФУ. Рассказывая об университете, ректор выделил большую вовлеченность всего коллектива в международные проекты. Вместе, как подчеркнул Ильшат Равкатович, легче нащупать или создать те точки роста, которые ведут к значительным прорывам. Важнейшим из таких надежных партнеров Казанского университета является Китайское научно-академическое сообщество. Для празднования юбилея Института Конвуция в КФУ, ознаменовавшего также десятилетнюю историю плотного сотрудничества Казанского университета с Китаем, в императорском зале собрались студенты и преподаватели, делегаты из Поднебесной и почетные гости. В рамках праздника, украшенного богатой концертной программой, состоялось и важное событие – подписание и продление соглашения между Главным управлением Институтов Конвуция в Китае и КФУ о совместном развитии института. Марина Захарова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. 22 апреля Казанский федеральный посетила делегация Хуаньского педагогического университета. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество в рамках естественных наук. 22 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация Хуаньского педагогического университета с целью участия в круглом столе с участием руководства КФУ. Представители Хуаньского университета представили свои доклады с исследованиями, проводимыми на базе вуза. Параректор ХПУ Куан Лемань описал в целом текущее состояние университета и отметил важность сотрудничества с КФУ для них. После делегации Хуаньского педагогического университета посетила Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт физики, Химический институт имени Бутлерова и лаборатории, которые работают на их базе. Мы приготовим по ряду институтов естественно-научного цикла, по институту физики, математики, медицине. Мы все направления научных исследований, их перечислим, укажем ответственных наших ученых за эти направления, а также дадим ссылки, либо приложим полнотекстовые варианты статей на английском языке в развитии этих исследований. Стоит отметить, что КФУ уже давно сотрудничает с Хуаньским педагогическим университетом, рамком студенческого и преподавательского обмена и Института конфуций. Диана Шилова, Роман Самарин, Универн Ньюс. Студенты КФУ приняли новый вызов и выяснили, кто из них ближе к творчеству Уильяма Шекспира. Как перевести пять известных поэм, десять хроник, одиннадцать трагедий и сто пятьдесят четыре сонета, узнаешь прямо сейчас. В Казанском федеральном университете стартовала образовательная акция «Шекспириады-2017», приуроченная ко дню празднования английского языка. Напомним, что данный праздник посвящен дню рождения великого поэта, писателя и знаменитого драматурга мира Уильяма Шекспира. На этом мероприятии ребята показывают, как они знают творчество Шекспира. Мы вообще были очень удивлены тому, с каким энтузиазмом было воспринято данное мероприятие. Студенты всех институтов и факультетов КФУ объединились воедино, чтобы декламировать сонеты великого Шекспира и узнать, насколько хорошо они владеют знаниями об английском языке и о творчестве всемирно известного писателя. Говоря о перспективах на 2018 год, мы планируем и очень надеемся, что этот Шекспировский день, как мы можем называть его, будет расширяться. И мы уже надеемся, что на будущий год, вот эту неделю Шекспировских дней, мы, наверное, уже выступим даже с театральными постановками. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Даже в такой точной науке, как математика, встречаются парадоксы. В чем они заключаются, рассказал студентам Мукадас Мисаров на своей очередной публичной лекции, которая всегда интересна своей наглядностью. Подробности далее. В рамках года Лобачевского в Казанском федеральном университете прошла научно-популярная лекция о докторе физико-математических наук Мукадаса Мисарова, на которой лектор обсудил со слушателями математические парадоксы в задачах принятия решений. В течение лекции были изложены основные критерии принятия групповых решений, возникающих в результате математического анализа целого ряда примеров. В частности, обсудили теорему Кеннета Эйроу, которая оценена Нобелевской премией по экономике. Далее были рассмотрены самые неожиданные решения ряда задач оптимального выбора, возникающих в разных сферах человеческой деятельности. Математика применяется в социальных или экономических науках, в задачах, которые связаны с принятием решений, групповых или индивидуальных. И также я буду рассказывать о некоторых современных направлениях прикладной математики, о машинном обучении. А вы знали, что в Казанском федеральном можно попасть на перепути миров? А каким образом, расскажет Елизавета Евтефеева. 21 апреля стартовала республиканская акция «Музейная весна Татарстана». И Казанский федеральный университет, присоединившись к ней, открывает ее выставкой на перепути миров. Выбрав такое название, мы решили, что оно четко передаст то сплетение судеб, миров, народов и культур, которые здесь были более тысячи лет тому назад. Выставка впервые представляет экспонаты, созданные по материалам Танкеевского некрополя. Музей археологии, Институт археологии имени Халикова, Академия наук Республики Татарстан. Активное участие в создании первой выставки при институте приняла заведующая музеем археологии Асия Мухамедшина. Это один из крупнейших, один из ключевых некрополей Восточной Европы, где больше всего обнаружено погребение. У нас находится материал с более чем тысячей погребений, то есть это порядка, ну, около пяти тысяч предметов, соответственно. На выставке наряду с уникальным для Павловского региона женским погребальным комплексом представлен типовой инвентарь Танкеевского некрополя. Прежде всего, это женские и мужские украшения, предметы культа, боевое оружие, а также керамические сосуды, являвшиеся неотъемлемой частью погребений. На открытии выставки присутствовал выпускник Казанского федерального университета, исследователь Танкеевского некрополя Евгений Казаков. Народ всегда приносил с собой не только биологический тип, не только какие-то вещи, но и свою идеологию, свои представления, свой духовный мир. На перепуте миров – это таинственная история тысячелетней давности народов, которые встретились на территории, где ныне находится Республика Татарстан. С их необычной культурой верованиями, о которых мы можем только догадываться. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Универньюз. Татарский народный хор Казанского федерального университета отметил свой полувековой юбилей. Праздничный концерт в честь круглой даты со дня образования коллектива прошел 22 апреля в императорском зале КФУ. Вот уже на протяжении полувека татарским народным хором Казанского федерального университета руководит заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ирнис Рахимулин. За полувековую историю коллектива его участниками стали более полутора тысяч студентов Казанского университета. Сегодня татарский народный хор – это соединение многих вокальных жанров. На юбилейном концерте коллектив исполнил 26 своих лучших композиций произведений Золотого фонда мировой музыки. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok